Портал Инсурген, добрый день, с нами группа Фьордс. Здравствуйте. Привет, 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 привет. Расскажите, как вам мероприятие? Нравится? Нам очень все нравится. Очень много звука, такого потрясающего звука, инструменты. И всего сразу. Звук хороший, но одновременно все. И это здорово. Расскажите о своем творчестве. Кто автор музыки и текстов? А автор музыки и текстов группы Фьордс. Коллектив авторов. Непосредственно я, Денис и наши участники. Которые сегодня приехали. Но по объективным причинам. У нас пятеро и все пятеро. Каждый вносит свой вклад в создание музыки. А какие творческие коллективы, с кем вы работаете? Есть какие-то музыканты? Ну вот, есть наш коллектив. Ну так же мы привлекаем для записи музыкантов из других групп. Например, виолончели. Егор Баранов из группы Elysium, например, с нами. Да, помогал нам записать виолончели к одной нашей песне. Ну это на самом деле затрагивает. Вот мы сейчас занимаемся записью альбома. И хотим непосредственно привлечь еще парочку музыкантов. Это пока секрет кого. Но мы работаем и думаем непосредственно над этим вопросом. Почему ваши песни на английском языке? Ну потому что мы хотим завоевать мир Мазов Пака. Да, мы хотим выйти на более широкую сцену за пределы российского контента. И распространить свою музыку в более широкую аудиторию. Да, ну и потому что английский это мировой язык. Международный. Очень хороший. Певучий. Певучий, задорный, веселый. Вот, нам нравится. Нам нравится. А почему такое название группы? Потому что, а как же по-другому-то? Только Фьордс может объективно охарактеризовать то, что мы делаем. Это как цунами, это как залив врезается в скалы. Так и наша музыка должна. И мы верим в это, что она врежется в ваши мозги и засядет там надолго в ваших плейлистах. Наша музыка как море, да, которое вот распространяется на всех, на всех. Мы не ограничиваем как-то аудиторию, мы хотим и пишем, мы думаем для всех, для любой публики. Да. К какому стилю относите свою музыку? Экспериментальный рок. То есть там намешано всего. Эксперименты, эксперименты. Да, так вот сказать, что мы как-то себя ограничиваем, нет в определенной стилистике. Мы делаем то, что нам нравится, а вот непосредственно вопросы стиля, они уже касаются не нас, как музыкантов, а больше тех людей, которые будут слушать нас, наши позиции по этому вопросу именно такая. Какие артисты так или иначе повлияли на ваше творчество? Ну давай с тебя. На мое творчество, наверное, те, кто, те люди, те артисты, которые находятся в моем плейлисте, на данный момент это Мастодонт и моего плейлиста, это Энтаршикари. Да, Foo Fighters, отличная команда. Мастодон. Косебин. Косебин нас объединяет. Ну, за себя отвечу, то, что, например, вот на меня большое влияние оказывает творчество Рахмани. Ну, Сергей Васильевич, может, это как-то сейчас неожиданно для всех звучит. Группа Norma Jean. Norma Jean, да. Это мои фавориты. The Cheryout такой вот. The Cheryout, это просто. Хаотик. Это просто. Наверное, отсюда и экспериментальные течения в нашем творчестве. Какие ваши планы на ближайшее время творческие? Ну, как было сказано, мы сейчас уже приступили к процессу записи альбома. Мы победили в конкурсе во всероссийском, да, и нам обещают клип, мы надеемся, все это состоится. Да, и сейчас вот прям... То есть планов-то много. Буквально вот позавчера мы сидели в студии и записывали наши новые треки, как раз уже, на новый альбом. На новый альбом, да. Сколько треков, в общем? Ну, мы вот сейчас думаем об этом, будет ли это long play или easy play, то есть... Скорее всего, около десяти. Причем это будут очень экспериментальные треки. Смело, заявочка на видео. А что нет-то? Ну, посмотрим, посмотрим сейчас, как кривая выглядит. Ну, как бы, если сказать по-честному, то мы, как независимые музыканты, зависим только от себя. И, соответственно, какие-то такие вот моменты очень интересные будут ресурсы на записи альбома. То есть, чем больше ресурсов, тем больше. Поэтому, ребята, если вы зайдете к нам на страничку вконтакте, и там будет такая ссылочка, поддержать группу, поддержите нас, ребят, поддержите. Будет вам альбом тогда. А на какую песню вы собираетесь снимать клип? И придумали ли уже сюжет для клипа? В процессе. В процессе. Сейчас вот это все в процессе. Именно у нас очень много задумок непосредственно на какой трек, на какую... Ну, неопределились. Запишите нас в неопределившиеся. Я не знаю. Он, ты знаешь? Нет. Он не знает. Он не знает. А конкурс, который вы выиграли, они, как приз, обещают как раз выделить деньги на съемки клипа. Не выделить деньги, а снять клип. И имидж, видите, мы как... Это в обоюдных интересах и организаторов, и нас. То есть, мы им очень благодарны, да, что вот у нас появилась такая возможность. Ньютон реально хороший конкурс, интересный. Рекомендуем всем участвовать в следующем году и далее. Уже сейчас есть регистрация, ребята, музыканты, кто нас сейчас смотрит, если у вас есть возможность, не поленитесь, зайдите, зарегистрируйтесь. И будет вам тоже клип. Ну, или что-то еще. Или что-то еще. Что бы вы пожелали молодым коллективам, которые только стали на творческий путь? Слушать только себя. Слушать больше музыки, разной музыки. Не зацикливаться на чем-то определенном. И делать, 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 делать. А не говорить, 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 что мы будем, будем делать, делать, делать. А делать, делать, еще раз делать. В какой момент вы поняли, что хотите заниматься творчеством? Я в 13 лет понял. Но я лет в 14 лет. А что сподвигло, я послушал The Zeppelin и захотел играть так же, как Джимми. пейдж. Вот и пошло-поехало. А я просто взял в руки гитару и понял, что это неплохо, это мое. Отлично. Большое спасибо за интервью. Спасибо вам. До свидания.